Сом Клариус Начну с того, что называют этого сома по-разному. Клариус мраморный. Клариевый сом. Клариус педнистый. Ангольский. Нильский Клариус. Африканский Клариевый сом. Но на самом деле это все один и тот же сомик. Многие аквариумисты даже спорят о правильном названии Клариус или Клариас. Однако нужно понимать, что чистокровные виды этих сомов давно перекрестились и даже привозная рыба попадается не чистокровной. Хотя при желании и сегодня можно найти настоящего африканского или нильского клариевого сома. Сейчас у вас на экранах альбиносная форма. Однако расцветка этих сомов бывает разной. Очень часто встречаются пятнистые, коричневые, серые и оливковые окрасы. Родины этих сомов считают Юго-Восточную и Юго-Западную Азию, Западную и Центральную Африку, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Конго, Камерун, Индия, Бангладеш, Камбоджа, Малайзия, бассейн реки Иордан и Индонезию. Замечу, что в 1960 году США решила разводить клариесов и завезла их в свою страну. Волей случая они проникли в открытые водоемы Флориды и удачно прижились в естественной среде. Это привело к ужасным последствиям. Клариесы стали истреблять местных рыб. Вообще, говоря о клариусе, нужно учитывать, что это неприхотливый, очень выносливый и хищный сом. Как правило, клариусы живут в донных слоях воды. Но при этом эволюция одарила этих рыб к жизни в водоемах с низким содержанием кислорода в воде. Более того, клариус вообще может дышать атмосферным кислородом. Для этого он использует наджаберный орган, который напоминает губку. В Европе и Америке клариуса называют ходячий сом, и это неспроста. При пересыхании водоема, в котором обитает клариус, он действительно переползает по суше в другие водоемы. Правда, делает он это в основном во время дождя. Размеры этой рыбы в живой природе около метра, но в аквариуме максимального размера не достигает и вырастает в длину до 60 сантиметров. Однако, обратите внимание на то, что в аква- и зоомагазинах они продаются не особо большими. Около 10-15 сантиметров, иногда и еще меньше, но растет он достаточно быстро. Стоит отметить, что клариусов часто путают с мешкожаберным сомом. Они действительно похожи, но в то же время совершенно разные. Например, у клариуса спиной плавник обрывается у хвоста, а у мешкожаберного перетекает хвост. А если понаблюдать за поведением этих сомов, то вы увидите, что клариус более подвижный и наблюдать за ним намного интереснее. Многие, в основном начинающие аквариумисты, задаются вопросом об усах этих сомов, которые нельзя не заметить. Возможно, это даже своеобразная изюминка клариусов. Они им необходимы для поиска пищи в темноте. Помните, я говорил, что эти сомы донные, а там на дне водоемов. Достаточно плохая видимость. Но при этом ученые провели исследование и доказали, что эти сомы отчетливо различают цвета. Ну а теперь давайте поговорим о том, как содержать этих красавцев в домашних условиях. Исходя из размера взрослой особи, а это около 60 сантиметров, нужно понимать, что и аквариум должен быть достаточно большого объема. Примерно 300 литров. Естественно, для молодых рыб объем может быть значительно меньше. Учтите, что клариусы обладают одной важной особенностью. Это любопытство. И при малейшей возможности он сбежит из аквариума. И, как вы уже поняли, он может себе позволить поползать по квартире и поискать водоем попросторней. Поэтому обязательно плотно закрывайте крышку аквариума. Но не забывайте о том, что между крышкой и поверхностью воды должно оставаться пространство для захватывания воздуха. На суше под дождем. Эти сомы могут провести более суток. В комнате, естественно, меньше. Время, проведенное на суше, зависит от того, как быстро обсохнет клариус. Так как эти сомы сбегают довольно часто, да и вообще, на всякий случай, в целях безопасности скажу одну важную вещь. Ни в коем случае не берите его голыми руками. На спинном и грудных плавниках этих сомов ядовитые шипы. Укол этими шипами достаточно болезненный, примерно как укус пчелы. Естественно, в аквариуме должна быть только отстоявшаяся вода. Какой вы будете использовать грунт в аквариуме с клариусами особого значения не имеет. А вот фильтрация нужна и достаточно хорошая. Обязательно установите компрессор и обогреватель. Температура воды должна быть от 20 до 30 градусов. PH от 5,5 и до 8, а жесткость не более 40. Растения и декорации им в принципе не особо нужны. Хотя, конечно, они любят спрятать в какую-нибудь щель свою моську. Но если вы решились разместить коряги и камни, обязательно закрепите их так, чтобы сомы не смогли их сдвинуть. Бывали случаи, когда клариусы разбивали аквариумы с помощью плохо запрекленных декораций. Растения можно сажать в аквариуме, но только с мощной корневой системой. Клариусы любят порыться в грунте и часто растения от этой особенности сомов страдают. На первый взгляд может показаться, что уход за клариусами очень сложный. Но на самом деле это совсем не так. Конечно, есть особенности в уходе и содержании, но не больше, чем у других рыб. В целом, это неприхотливая рыбка. И если вы организуете достойные условия содержания, она вас будет радовать около 25 лет. Помимо этого, клариус хорошо запоминает тех, кто за ним ухаживает. Узнает хозяина в лицо, может брать еду с рук, а некоторые даже позволяют себя погладить. Важным вопросом, конечно, остается совместимость этих рыб с другими аквариумными обитателями. Вообще говоря, о клариусах стоит сказать, что это хищная рыба. Многие аквариумисты содержат их отдельно от остальных рыб. Часто в паре. Клариусу не составит большого труда напасть и съесть соседа, который будет крупнее размерами. Но как бы там ни было, содержать одного или пару этих самов отдельно от всех, занятие достаточно скучное. И, конечно, соседей подсаживает. Но к выбору соседей подходит тщательно и основательно. Содержать можно только с крупной рыбой. Например, с крупными цихлидами. С паку, как в нашем случае. Араванными. Ну, или с крупными, в идеале кольчужными, самами. Но даже один из пак, у которых вы сейчас видите, каким-то образом слегка поранился ошибку Клариуса. Несмертельно, но след остался. В кормлении неприхотлив. Прожорлив. Часто Клариусов кормят червями, в том числе и дождевыми. Дают кусочки самой простой покупной рыбы. А некоторые фанаты Клариусов заводят отдельный аквариум с живородящими рыбками, которых пускают в расход на обед. Но все это совсем не значит, что нельзя использовать промышленные корма. Клариусов, особенно в молодом возрасте, в основном кормят хлопьями и гранулами. В общем, он съест все, что вы ему дадите. Но есть один важный момент. Нельзя этим рыбкам давать мясо теплокровных животных. Пищеварительная система не переваривает такую еду, и она начинает гнить в желудке. Ну, а теперь немного о разведении этих рыб. Если ваши клариусы достигли длины в 25 см, будьте уверены в том, что они готовы к разведению. Такого размера они, как правило, достигают от 1 до 2 лет своей жизни. Иногда половозрелость затягивается до 3 лет. Агрессивность у готовых к размножению самов становится в разы ярче выражена. Первый важный момент, который нам нужен при разведении, определить, кто из них самец, а кто самка. Как правило, самцы всегда окрашены, намного ярче самок. Но сейчас перед вами альбиносная форма, и тут такой фокус не пройдет. Естественное, что нам остается, это смотреть на живот рыбки. У самки, когда она набирает игру, живот становится округлой формы. Самцы всегда стройные, а лоб самца чуть шире. Вообще, разводят клариусов в аквариумах очень редко, и виной тому две основные причины. Первое, это то, что пары формируются у них в раннем возрасте. Пара проявляет агрессию к другим рыбкам, в том числе и к родственникам. Но друг другу проявляют достаточно нежные чувства. Всячески ухаживают друг за другом. Вторая причина, это большой аквариум. Действительно, для того, чтобы эти самые стали не листиться, они должны чувствовать себя как на воле. То есть, аквариум должен быть от 500 до 1000 литров. Иногда бывают случаи, что аквариусы не листятся и в меньших объемах. Но тут кому как повезет. Желательно сделать пещерку в качестве гнезда для самки. Но если пещерка паре не понравится, будьте готовы к тому, что они усердно будут рыть грунт, выкапывая своеобразную яму, которая в итоге и послужит гнездом для икры. Как и другие рыбки, клариусы начинают брачные танцы. После чего самка метает около 1000 икринок, а самец оплодотворяет икру и заступает на пост охраны как часовой. Так он ее будет охранять около суток, пока личинка не проклюнется. После этого подключается и самка. Дальше оба родителя ухаживают за мальками, однако аквариумисты в это время отсаживают родителей. Малька поднимают с помощью науприартемии и живой пыли. После чего в рацион включают мотыль, трубочник и так далее по мере развития. Учтите, что развиваются мальки неравномерно и их то и дело приходится сортировать по размерам, чтобы они не поели друг друга. Редактор субтитров А.Семкин